лето ах лето лето звездное будь со мной неслось из репродукторов по всему парку народу было много эти выходные как никогда в этот летний месяц решили побаловать горожан теплой солнечной погодой парк был полон счастливыми отдыхающими большую часть которых составляли дети они резвились и кричали от всей души здесь им никто не говорил тише хватит кричать ты не на улице закрой свой рот вот народец и отрывался по полной поэтому то никто и не услышал как испуганно кричала девочка на другой стороне пруда только ее мама увидела как она прижала ладошки карту и смотрела расширенными от ужаса глазами на прибрежные заросли она рванула туда и тоже чуть не закричала но глянув на дочь схватила ее и отвернула от изуродованного тела котенка малышу было месяца 4 черно-белой расцветки беспородной он был пушистиком при жизни над ним кто-то очень жестоко поиздевался дочь роняя горькие слезы попросила мамочка давай его похороним он ведь уже ничейный вот в мою кофточку завернем она сняла тонкую кофточку и подала маме женщина хотела отказаться но глянув в полные слез и сострадания глаза взяла присела на корточки и стала осторожна материи брать его и вдруг с удивлением поняла у него тихо билось сердечко он живой быстро в вет лечебницу женщина осторожно замотала его и они с дочерью побежали к выходу ее приятельница увидев как они несутся галопом спросила в чем дело а когда-то молча показала котенка сказала у меня машина у входа поехали после двухчасового ожидания в холле лечебницы наконец вышла пожилая женщина ветеринар и сказала им молодцы малыша привезли вовремя еще бы немного и он истек кровью да и шок у него от перенесенной боли я обезболила и полностью его подлатала думаю мальчик раз такое перенес еще держится значит выживет как вашего красавца зовут девочка сказала это я его в кустах нашла когда за мечом полезла чей он и как звали не знаю а теперь он будет жить у нас и я его назову маркиз правда мамочка правда доченька мы его нашли спасли теперь мы за него в ответе ох девочки какие вы молодцы прямо гордость за вас берет вот если бы хотя бы половина людей имели добрые сердца рай бы был на земле боли стало бы меньше и зла да еще вы можете купить ему лекарства чтобы он быстрее поправился вот рецепт на следующий день в обеденный перерыв женщина привезла лекарства спросила как чувствует себя их подопечный врач покачала головой вчера вечером был лучше хорошо что лекарства привезли сейчас быстро поставлю ему капельницу если сегодняшнюю ночь переживет значит выживет при дочери не стала спрашивать вы не знаете кто его так не знаю это она его нашла так испугалась да я и сама еле сдержалась чтобы не закричать мы ведь думали что он уже мертв у него глаз будет видеть его единственный оставшиеся и еще можно будет ему протеза на задние лапки глаз видит это радует а насчет протезов давайте подробно поговорим когда он выздоровеет а потом подрастет так в принципе конечно можно и даже будет нужно маркиз ночь пережил и пошел на поправку девочка каждый день проведала его приносила вкусняшки и разговаривала с ним уверяла кота в том как ему будет хорошо у них и что теперь его больше никто не обидит потому что она его будет защищать вскоре он уже при встрече с ней лизал благодарно руку терся головой в общем проявлял по мере своих сил и возможностей ответную ласку а после выписки маркиза забрали домой в приготовленный с любовью для него домик и лежанку с кучей игрушек через год когда он подрос ему сделали протезы девочка всегда за ним ухаживала а потом терпеливо учила ходить на протезах они с маркизом стали большими друзьями на долгие года